Самый урок в школе-лицей номер 77 начинается с проверки. Инспектор вместе с завучем осматривает сумки учеников на наличие запрещенных предметов. Газовые баллончики, колющие, режущие предметы, зажигалки. С этого учебного года в запретном списке оказались и модные гаджеты. Причин несколько. Дети через смартфон заходят в интернет и списывают, сами не думают. Мало того, они играют, мешают другим школьникам. Видео снимают, фотографируются и отправляют. В целях безопасности мы проверяем, чтобы дети не проносили смартфоны в учебное заведение. Для связи с родителями ученикам разрешено пользоваться обычными мобильными телефонами, а они в школах не запрещены. Такое решение принял родительский комитет. Еще одна причина – участившиеся кражи дорогих гаджетов. Такие случаи нередко происходят за порогом школы, в основном, когда ребята возвращаются с занятий домой. К тому же игры и социальные сети отвлекают школьников от учебного процесса. Сами учащиеся к нововведению отнеслись спокойно. Мы приходим в школу за знаниями, а не чтобы сидеть в интернете. А потому мы не против нововведений. Впереди экзамены и на социальной сети времени нет даже дома. Смартфоны на уроках нам не нужны. За запрет использования смартфонов во время занятий выступил еще в прошлом году Аким Шемкента. В Министерстве образования и науки Республики такое решение поддержали. Запрет на гаджеты в школах они оставили на усмотрение учителей и родителей. По словам специалистов, добровольный отказ от навороченных телефонов уже дал первые положительные результаты. Данная норма, она позволяет ограничить детей доступ к социальным сетям, которые мы сейчас наблюдаем, что такие группы создались, как Синекит и Тихидон, содержание имеющие, которое приводит к суицидальным последствиям. Вот это ограничение, оно как-то должно все-таки сработать и является одной из мер против борьбы таких социальных групп. В областном управлении образования советуют не приобретать школьникам дорогие смартфоны. Прокуроры настаивают, нужно усилить контроль над виртуальной жизнью детей, особенно во внеурочное время. Причем меры нужно принимать незамедлительно, потому как шимкенские дети могут попасть в сети смертельных игр «Синекит» или «Тихий дом». Уже известно, что сразу девять родителей обратились в правоохранительные органы. Они заявили, что их детям в ночное время звонили за секреченных номеров и попытались вовлечь в смертельную игру. Девять фактов возбуждено уголовное дело, то есть зарегистрировано за нас в РДР. В РДР проводится оперативно-следственное мероприятие, то есть по статье 105 пункта 3 УК РК, то есть где предусматривают ответственность виновных лиц от 3 до 7 лет. С начала года, по информации прокуроров, в Южно-Казахстанской области было зарегистрировано 3 случая суицида среди подростков. Правда, эти трагические случаи они не связывают с опасной игрой. В Южном Казахстане работают 1028 школ, в них обучается более 611 тысяч школьников.